В Грузии на фоне пандемии и карантинных мер наблюдается серьезный спад экономики. В стране сократился экспорт и импорт, доходов от туризма нет. По прогнозу Нацбанка, падение экономики в этом году составит 4%, а инфляция достигнет 4,6%. Как оценивают сложившуюся ситуацию экономисты и какие меры сейчас принимает правительство, выясняла Юлия Тужилкина. Экономика Грузии переживает нелегкие времена. В марте рост был зафиксирован только в сферах строительства, информации и коммуникации. А спад практически во всех остальных – торговле, транспорте, обслуживании, на рынке недвижимости и, конечно же, в туризме. В прошлом году экономика страны выросла на 5%, а в этом снизилась почти до 3%. Эксперты пока не могут дать точных прогнозов, так как пик пандемии в Грузии еще не пройден. Но уже можно сказать, что по сравнению с апрелем прошлого года годовой уровень инфляции составил почти 7%. Тяжело прогнозировать, какая инфляция будет к концу года. Но можно с уверенностью сказать, что она будет высокой. Почему сложно прогнозировать? Тут два фактора, и пока сложно сказать, какой из них перевесит. Первый – на некоторые продукты уменьшился спрос, а по экономической теории уменьшение потребностей приводит к снижению цены. Но, с другой стороны, из-за пандемии ограничена подача продуктов. И ввоз этих продуктов из-за смены курса валют тоже подорожал по сравнению с прошлым годом. Так что пока неизвестно, какой фактор будет преобладать. Правительство уже разработало антикризисный план по спасению экономики. Особый акцент будет сделан на развитии сельского хозяйства и возрождении туризма. А пока в стране только начали снимать строгие ограничения. Открыли два крупных города – Батуми и Кутаиси, заработали онлайн-магазины, некоторые аграрные рынки, строительные компании, производство стройматериалов и автосервисы. Мы хорошо управляем эпидемией. Это позволяет нам поэтапно восстанавливать экономику и открываться бизнесу. В стране более 180 тысяч компаний, а у каждой компании, к примеру, строительные еще десятки проектов. В связи с этим почти весь административный ресурс мы направляем на проверку, чтобы открытие бизнеса было безопасным. В день будем проверять больше тысячи компаний, чтобы решение вопросов экономики не отразилось на нашей главной проблеме. Правительство не исключает, что при стабильной эпидемиологической ситуации некоторые компании возобновят свою работу чуть раньше установленных сроков. А в аэронавигации уже прошло совещание, где было принято решение о возобновлении полетов. Но цены на продукты в Грузии пока только растут. А ценники на услуги еще не открывшихся стоматологии салонов красоты многим будут просто не по карману. Юлия Тужилкина, Шалва, Сура Милашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси.